Следующая проблема — ожидание или суета. Это одно и то же. Когда человек что-то ждёт в жизни, в городе постоянно все чего-то ждут. Это означает, что нет принятия судьбы. Допустим, если я стою на остановке, мне надо заставить себя не ждать автобуса. Это надо заставить, силу воли применить, потому что все ждут. Желай всем счастья на остановке. Слушай лекцию. Даже будешь думать, слишком рано автобус приехал, такая лекция интересная. Заставь себя чем-то заниматься, хорошим, полезным. Я желаю всем счастья. Ну, не вслух, конечно, иначе подумать, что ты сумасшедший. Если бы ты матягнулся там на остановке, всем понравилось. Я желаю всем счастья. Сумасшедший значит, что люди все негативно, повально настроены вокруг. Атмосфера негативная вокруг. Несчастливая, нерадостная. Но мы должны побеждать эту атмосферу. Как же пустить счастье внутрь? Слово «счастье» самому об этом говорит. «Сейчас» означает существование. «Сейчас», «сейчас», «тье», «тье» значит существование в древнерусском. «Сейчас» — это «сейчас», «сейчас», «тье». То есть нужно в настоящее войти. «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Вот здесь находится, в сердце, в жизни человека. Здесь надо принять свою судьбу. На остановку пришел, прими судьбу. Придется ждать. Принял судьбу, начал жить. Пошел в настоящее время. Если ждешь автобус, живешь в будущем. Живешь в будущем, значит, счастье в сердце не войдет. Вот доеду до дома, тогда буду счастлив. Доехал. Вот дойду до дома, тогда буду счастлив. Вот сяду телевизор смотреть, тогда буду счастлив. Вот когда всех поубивают, тогда буду счастлив. Поубивали, пошел спать на следующий день. Вот когда с работы вернусь, тогда буду счастлив. И опять то же самое. Когда ты будешь счастлив? Никогда. Вот институт закончу, тогда буду счастлив. Вот на работу на хорошее устроюсь, вот когда квартиру выплачу, ипотеку, вот когда детей выращу, раз и умер. Будущим, будущим человек живет. Все время верить в будущее. Самая лучшая песня не спета, Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Птица счастья с завтрашнего дня Прилетела крыльями звеня, Выбери меня, выбери меня, Птица счастья с завтрашнего дня, завтрашнего дня. Означает завтра, это будет завтра. А сегодня ничего не будет. А завтра будет послезавтра и так далее. И так жизнь пройдет. Потому что человек должен принять свою судьбу. Сказать себе, я принимаю девушку, которая со мной, Песню, которую сейчас пою. Я принимаю все, что сейчас происходит. Для принятия нужны силы. Вот на какой работе работаю, хорошо. С каким человеком живу, хорошо. Меня мучают? Отлично. Потому что я лучше становлюсь от этого. Надо принять это, факт. Страна, в которой живу, хорошо. А если страна, в которой живу плохо, Ой, мои хорошие. Это такая проблема. Я когда был в Сан-Франциско, проконсультировал 150 человек русских. Все пять лет испытывали этот жуткий просто стресс адаптации в другой стране. Просто ностальгия в ужасной породе. Потом, когда привыкли, уже все, конечно, они назад никуда не хотят ехать. Но они помнят эту вот оскомину переезда. Поэтому не едут. Боятся дальше менять страну. Потому что страшная ситуация жизни совершенно. Просто люди на стену лезут. Им ничего не подходит там. Все другое, понимаете? Они не могут там жить. Даже природа другая. Она им не дает счастья. Поднимите руку, кто так убежал из-за рубежа. Смылся от отчаяния. Есть здесь такие? Убежал, не чувствуете, да? Задыхаюсь. Убежал здесь хорошо. Даже просто на границу приехал, тебя обматерили, сразу легче стало. Свои, свои. Там же они сдерживают чувства все время. А хочется, чтобы чувства жили. У них там все деликатно, культурно. Ну, это у них тоже там хорошо. Им нравится так вот. А нам так не нравится. Нам надо крикнуть со всей силой. Хорошо тогда. Мы другие совсем люди. Не надо никуда уматывать. Надо принять судьбу. Тогда счастье наступает. Прими свой город, свою страну, свое правительство, свою жену, свою веру. Тоже хотят все поменять веру постоянно. Надо ничего менять. Прими все, что у тебя есть. Зачем менять? Все же и так хорошо уже. Просто ты не можешь принять. В этом вся проблема. Когда человек принимает, он входит в настоящее время. Когда человек напряжен, куда-то бежит. Это жизнь страсти. Означает жизнь страсти, означает жизнь в будущем. Верю, что будет все хорошо. Никогда не будет хорошо, потому что ты будешь напряжен, ты будешь уставать. Человек суетится, бежит куда-то. Это значит, что он куда-то хочет. Иди спокойно, радуйся жизни. Даже быстро идешь, иди спокойно все равно. Бежишь? Беги спокойно. Радуйся жизни, улыбайся всем. Куда ты бежишь на работу? Ну беги, нормально. Радуйся жизни. Надо? Радуйся. Радуйся, беги. Будь счастлив. Когда человек в будущем находится, он ничего не видит. Ни природы, ни людей, ничего не видит. Он обесточенным становится. Все. Вот когда выучусь в институте, тогда будешь счастливым. Все. Доходягой становится. Почему? Потому что он не живет. Он учится в институте. А надо жить. Надо принять эту судьбу, что ты студент. А в французской стороне, на чужой планете. Предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я, где сказать словами. Плачут добрые друзья горькими слезами. Прими судьбу. Во французской, так во французской. Прими. Стань счастливым. Когда человек живет в прошлом, он становится несчастным. Это невежественная жизнь. Все люди, которые... Невежественная жизнь означает пьянство, бандитизм, разврат, грубость, хамство. Все эти люди, они по своей природе разочарованы. Вот если глубоко-глубоко поднять, поднять человеку учистскую психику, понять, что... Почему человек так живет? Потому что он разочарованный. И даже их песни, вот этих людей, они тоже все со скорбинкой. Со скорбинкой. А белый лебедь на пруду Роняет падшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу Назначает скорбь, невежество. Прошлое. Живет в прошлом человек. Депрессия. Не может принять настоящее, потому что прошлое было лучше. Ему не нравится сейчас, ему нравится в прошлом. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри не вы. Ну, то есть, прими настоящее. Хватит жить там в своем прошлом. Значит, ты стариком. Кто такой старик? Тот, кто жил в прошлом. Стань молодым. Не важно, какой у тебя возраст. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Стань молодым. Перестань быть стариком, несчастным, замученным. Твое сознание ушло в прошлое, ты не можешь получать счастья. Счастье получается только в настоящем. Принял судьбу свою, мой муж, моя жена, мои дети, то, что в ней положено. Больно, ничего страшного. Больно — это хорошо. Больно, но мое. Понимаете, есть отчаяние, депрессия, страх, безволие. Это плохо. А больно, но мое. Это хорошо. В это время человек освобождается от страданий. Прими, прими свою судьбу. В тюрьму попал — расслабься. Это твоя жизнь теперь, все, тебе должно быть там хорошо. Попал замуж, попала замуж — расслабься. Неизвестно, где лучше. Прими свою судьбу. Вот твой человек. Я хотела лучше, ничего страшного. Все хотели лучше. А я не ожидал, что она такая. Никто не ожидал. Все люди гораздо хуже, чем себя показывают. Это все просто шоу. Причем Господь, Он еще и помогает это сделать. Вы знаете, что влюбленность, когда люди влюбляются, это Господь делает. Человек же не может из себя чистоту вот так излучать сам. Господь соединяет людей, показывает самое лучшее человеке. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Человек смотрит на человека другого, видит душу в нем. А душа, она, вот все самое хорошее в человеке — это от души идет. Доброта, честность, нежность. У женщины проявляются, сильно открываются одни качества характера, у мужчин другие. Допустим, у женщины открывается доброта, нежность, любовь, верность, чистота. Это женские качества души. У мужчины открывается стабильность, твердость, смирение, смелость, храбрость, рассудительность, ответственность. Человек смотрит на другого человека, думает, господи, какая красота. Это Господь сердца просто людям друг другу открывает. Для чего? Для того, чтобы они потом такие отношения в будущем построили, увидев друг в друге такого человека в будущем, когда уже подрались, поругались, разошлись несколько раз и начали служить друг другу, увидели эту красоту настоящую человека. У каждого человека есть красота, ее надо увидеть. Когда ты увидел ее, ты стал верным. Все. Не увидел, не будешь верным. Одного один послушник спросил своего наставника, говорит, как мне с будущей женой сохранить всегда любовь? Он наставник сказал, ты когда ее полюбишь, смотри на нее, увидишь чистоту в ней, вот эту вот запомненную всю жизнь. Когда тебе будет тяжело, вспоминай. Вспоминай то, что тебе Бог показал в ней. Это и есть правда настоящая о ней, а все остальное это неправда. Это просто наносное. Видите, сначала идет рекламная кампания. Господь как бы показывает демоверсию, говорит, try and buy. Вот такой человек, смотри, видишь он какой хороший. Теперь ты должен добиться, увидеть сам это в нем. Всю жизнь добивайся, увидеть в нем чистоту. И тогда ты будешь счастлив с ним. Не постель в нем увидеть, а чистоту. Тогда будешь счастлив, не увидишь, разойдешься, не сможешь жить. Вот то, что тебе показали, сразу вспоминай, увидь в нем это. И тогда все остальное, потому что что ты видишь, с тем ты контактируешь. С чистотой контактируешь, чистым становишься. С грязью контактируешь, грязным становишься. Думаешь плохо о близком человеке, оскверняешься. Думаешь хорошо, очищаешься. А я не могу о нем хорошо думать. Правильно, не можешь, потому что боль мешает. Возникла боль, наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Наполняйся. Больно стало, не хватает энергии, значит. Больно, значит не хватает энергии. Не надо никому доказать. Мне больно, я сейчас вам всем устрою. Не поможет тебе это. Иди пройдись. Легче встань. Возле дерева постой. Обними дерево, поплачь ему. Скажи, я не могу. Как жить. Оно тебя поймет. Тебе легче станет. Раньше деревья же обнимали все, когда плохо было. Ивушка, помоги мне. Солнышко, помоги мне. Земелька, помоги мне. Сейчас телевизор обнимают. Кашпировский уже сказал, чтобы лечить геморрой, не обязательно прислоняться к телевизору. Лечился в геморрой. Лечился в геморрой. Телевизор.